Ходом идет новая кампания по приглашению в Арифлейм Ароматерапия. На что я хочу обратить ваше внимание, друзья, вот эти листовки, которые у вас уже есть в наличии, используйте для приглашения внимания людей. Именно для этого созданы кампанией по приглашению. И обратите внимание, что все спонсоры, они в период этого каталога, приглашения людей, они обязательно должны разместить заказы, личные заказы суммарно на 50 баллов бонуса. Вот в чем отличие этой кампании по приглашению от предыдущих, это я хочу обратить внимание на несколько таких организационных моментов. Новички получают свой подарок, в данном случае туалетную воду Люсей, всего лишь за 5 леев, а спонсоры получают свой подарок всего лишь за 25 леев. Но важно спонсорам делать личные баллы бонуса, 50 баллов в этом каталоге. Будете приглашать и в следующем каталоге, значит, на это я обращаю внимание всех менеджеров и директоров, потому что вы должны следить за этим, чтобы все спонсоры, которые захотят получить подарки, они выполнили и это условие. В принципе, алгоритм остается тот же самый. И в первом каталоге что меняется? Это подарок. И я думаю, что и в 17 каталоге, и в первом каталоге всем новичкам понравятся подарки, которые дополнительно дает компания к стартовой программе. И почему важно именно приложить максимум усилий и работать правильно, работать профессионально, потому что сейчас идет квалификация на новый бонус. Это дополнительный бонус за каждое новое звание. И все те из вас, которые запланировали в следующем году новое звание, для многих каталог 17 решающий, потому что вы развиваете команду. Вы сейчас создаете платформу для того, чтобы получить этот бонус. Я хочу отметить, что в 14 каталоге нужно уже закрыть этот бонус. Закрывается квалификация на бонус. Это значит, что мы успеваем открыть новые звания и закрыть новые звания. И необходимо для этого, конечно, 8 каталогов повторить новые звания. И если у кого-то будут вопросы относительно бонуса, дополнительного бонуса, пожалуйста, пишите нам астму. Хочу также напомнить, что мы уже готовимся к банкету директоров, потому что в следующем году компанию Reflame Молдова уже 15 лет. И этот банкет директоров будет особенный. И 17 каталог для новых директоров, я имею в виду, для тех из вас, у кого еще нет статуса директора, 17 каталог решающий. В этом каталоге вы открываете уровень 22%, повторяете результат 8 раз, и вы получаете приглашение на банкет директоров. Итак, 17 каталог, последний каталог квалификации. И также полным ходом идет квалификация на конференцию менеджеров. И хочу пожелать всем-всем участникам квалификации больших успехов. Будьте внимательны на выполнение личных параметров два квалифицированных рекрута, 150 баллов бонуса, на поддержание нового уровня, на общий результат квалифицированных рекрутов. Также хочется пожелать успехов всем тем, которые вошли в квалификацию на золотую конференцию следующего года, и, конечно, всем тем, которые планируют конференцию бриллиантовую. И сейчас с большим удовольствием хочу пожелать и успешной презентации, и хочу передать слово топ-лидеру Евгении Сосна. Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно видеть вас на нашей сегодняшней встрече. Я благодарю компанию за предоставленную возможность провести такой замечательный тренинг для вас, лидеров. И я тоже считаю, что сейчас самое актуальное время, время наладить процесс, процесс приглашения и рекрутирования в компанию, потому что все предыдущие слайды, о которых сейчас только что говорила Лариса Страту, очень актуальны для всех нас. Компания поощряет абсолютно всех, включая новых консультантов, которые присоединяются к нам, лидеров, менеджеров и даже топ-лидеров. Итак, что же такое процесс рекрутирования? Система приглашения и рекрутирования. Этот тренинг не о том, как работать, например, на промостойке или какие слова говорить при приглашении новых людей в компанию. Этот тренинг создавали многие опытные лидеры, и они передают свой опыт для того, чтобы директора могли наладить этот процесс в своих структурах. Также этот навык очень полезен для менеджеров, для того, чтобы они, применяя этот процесс в своей работе, могли увеличить свой бак, поднять новые уровни, подняться по новым ступенькам карьерной лестницы и закрыть новые квалификации. Что вы узнаете на этом тренинге? На этом тренинге вы узнаете, как обучать консультантов методом приглашения, как можно организовать систему приглашения на презентацию возможностей Арифлейм, потому что встречи возможностей Арифлейм бывают разные. Бывают индивидуальные, один на один, а также бывают встречи групповые. И встреча возможностей Арифлейм – это основное место, где происходит рекрутирование приглашенных гостей. И как организовать именно систему приглашения на встречу возможностей Арифлейм, систему проведения встреч возможностей Арифлейм, как индивидуальных, так и групповых. Всем этим мы сегодня будем обучаться. Также процесс рекрутирования в регионах мы сегодня поговорим, как наладить этот процесс. И очень важно, прежде чем начинать организацию любого процесса, необходимо прежде всего определить цели. Для чего мы это будем делать, для чего мы приглашаем новых людей, для чего мы будем налаживать этот процесс. В связи с этим первая рекомендация – проводить тренинг по организации рекрутирования. Именно научить новых консультантов, своих бизнес-партнеров методам рекрутирования, как наладить этот процесс. Но его нужно проводить после того, как мы определили цель с нашими ключевыми бизнес-партнерами и создали план его действий. После этого проводим обучение. И цель такого бизнес-показателя, как рекрутирование, мы всегда должны как-то его определять по каким-то параметрам. И параметры – это будет количество контактов, которых мы приглашаем на бизнес-встречу, это количество приглашенных, которые уже посетили нашу встречу возможности Арифлейм, и количество рекрутов. Стартеры не считаются в этом, не берется учет. Следующий, из чего состоит наш процесс рекрутирования, он состоит из шести этапов. Давайте мы посмотрим. Это привлечение структуры к процессу рекрутирования. Сейчас мы более подробно поговорим про каждый этап. Это сама планерка. После этого само приглашение, где мы приглашаем, как приглашаем. После этого проведения встречи возможности Арифлейм, мы сегодня поговорим, как нужно эффективно проводить эту встречу и проведению немаловажного такого тренинга, как «Успешный старт». И обязательно после каждого такого процесса проводим обратную связь, для того, чтобы мы увидели сильные стороны нашего мероприятия и слабые стороны, что можно улучшить. Для начала этого процесса сначала привлекаем структуру к рекрутированию. Кого мы приглашаем в первую очередь? Мы приглашаем ключевую команду. Это ключевая команда. Является основной состав команды менеджера, с которой он будет рекрутировать. Если у вас пока нету менеджеров, то вы анонсируете проведение такого процесса рекрутирования, анонсируете, коммуницируете по своей персональной группе. Вы являете тех людей, которые хотят строить бизнес, и приглашаете их на встречу для того, чтобы обсудить процесс рекрутирования, как вы будете вместе с командой это рекрутировать. очень важно, чтобы эти люди получили ответ, что они получат от того, что они будут вместе с вами проводить этот процесс рекрутирования. Например, как мы делаем в нашей структуре, как мы привлекаем людей присоединиться к процессу рекрутирования. Например, мы звоним консультанту, предположим, учим нашего консультанта, как он, чтобы привлек своих бизнес-партнеров на первую встречу по запуску процесса рекрутирования. Мы ему говорим, позвони своим консультантам, своему консультанту, расскажи, что твой лидер только что посетил лидерскую встречу, где были объявлены новые проекты, новые запуски, новые бонусы, премии. И сейчас мы хотим запустить процесс приглашения и рекрутирования в нашей команде. Я тебя приглашаю присоединиться и участвовать в этом процессе. Далее можно прозвонить и пригласить консультантов, которые делают большие заказы. Как мы можем этих консультантов пригласить, чтобы они тоже вовлеклись в процесс приглашения и рекрутирования? Например, можно сказать так. Я вижу, что ты ежекаталожно делаешь заказы в среднем на 450, 600, 700 баллов. Благодаря этому ты имеешь скидку 6%. Ты можешь получить скидку 9%, если увеличишь объем заказов. И спрашиваем, если ты хочешь делать это сам, ты можешь зарегистрировать… Можешь делать сам. А если хочешь, можешь зарегистрировать одного-два консультанта, и ваш общий объем продаж вырастет, а с ними твоя скидка вырастет, естественно, уже не 6%, а 9%. Я могу тебе в этом помочь. Приходи на встречу, обсудим, как я могу тебе в этом помочь. Сегодня Лариса вам рассказывала о запуске новой акции по приглашению. Как мы можем использовать эту акцию, пригласить консультантов, участвовать в процессе рекрутирования? Тебе понравился подарок «Парфюм Люсия» по рекрутинговой компании? Очень часто люди говорят «Да». Кто-то не знает об этой акции, кто-то знает хорошо парфюм. И спрашиваете, хотела бы ты получить такой парфюм всего лишь за 5 лей? Да, тогда я тебя приглашаю на встречу, где мы обсудим, как я могу тебе помочь получить такой парфюм по довольно-таки льготной цене и дополнительно еще заработать деньги. Вот таким образом мы приглашаем сначала ключевую команду. Если недостаточно ключевой команды, мы еще приглашаем активных консультантов, чтобы они тоже приняли участие как спонсоры в процессе рекрутирования. И в результате что мы получим? Мы получим увеличение роста бака, естественно, увеличение объема продаж и, естественно, увеличение наших доходов. Прежде чем запустить процесс рекрутирования, очень важно обучить наших консультантов этому навыку. И какие навыки необходимо знать нашему консультанту, когда он начинает процесс рекрутирования? Во-первых, кого мы обучаем? Очень часто мы обучаем сразу наших новых зарегистрированных консультантов. После того, как мы зарегистрировали, мы проводим небольшой тренинг, 15-20 минут, тренинг «Успешный старт». На этом тренинге мы даем самые важные первые навыки, которые необходимы новому консультанту. Это обучаем его первым четырем правилам П. Это пользоваться нашей продукцией, это приглашать своих друзей, знакомых на встречи возможностей «Арифлейм», которые, естественно, у нас уже запланированы в нашем графике. Естественно, обучаем его, как показывать каталог. Делая экскурсию прямо при встрече, экскурсию по каталогу, мы помогаем ему выбрать необходимый первый заказ для себя любимого, и таким образом обучаем его предлагать каталог и продукты «Арифлейм» своим близким, знакомым. И, естественно, четвертый П – это обучение. Обучение начинается сразу после регистрации, в процессе проведения успешного старта. Также мы рекомендуем посетить в ближайшее время тренинг «Шаг 2», где мы расскажем о возможности дополнительного дохода, возможности карьерного роста. И очень важно посетить в самое ближайшее время тренинг «Навыки успешного консультанта» раздел «Приглашение в Арифлейм». Также я всегда говорю своим консультантам, лучшее обучение – это самообразование. И показываем, предположим, у кого-то нет возможности посетить в самое ближайшее время этот тренинг в офисе. Если человек на расстоянии, в другом городе, мы также можем либо провести этот курс онлайн, либо мы можем порекомендовать консультанту, зайти на его главной странице в отдел обучения «Академия лидерства», и там представлены все тренинги, которые необходимо пройти. Но мы не даем все тренинги, мы даем первый тренинг «Навыки успешного консультанта», а именно раздел «Приглашение в Арифлейм». Потому что при приглашении в Арифлейм консультант всегда сталкивается с первыми возражениями, с первыми отказами. И очень часто он разочаровывается. А для того, чтобы мы помогли и одели бронежилет нашему консультанту, очень важно пройти этот навык приглашения и работы с возражением. Потому что возражения всегда будут. Нет хорошего рекрутирования, если нет возражений. Чем больше возражений, тем больше наш консультант укрепляет свою веру, в себя, веру в компанию, и обучаются правильно предлагать возможности Арифлейм. Итак, очень важно в процессе обучения у нас уже наладить график проведения встреч возможностей Арифлейм в структуре. И также немаловажно, есть консультанты, которые работают исключительно только онлайн, но есть консультанты, которые работают, приглашают новых консультантов на встречи, живые встречи в офисе, либо по скайпу. Здесь есть немножко разновидность. Консультанты, которые делают приглашения только онлайн, они выставляют различные объявления в группах, дополнительный заработок. В основном фокус идет на построение своего бизнеса. Когда мы проводим встречи, возможности Арифлейм в офисе, есть разные фокусы. Фокусы на продукты, фокусы на построение дополнительного дохода, построение своего личного бизнеса. И в зависимости от того, кто перед вами, мы сегодня вас научим, как делать встречу возможностей Арифлейм. Но прежде чем мы перейдем к самой процессу проведения встреч возможностей Арифлейм, после того, как мы обучили нашу ключевую команду, очень важно провести планерку. И планерка всегда проводится незамедлительно, сразу после того, как компания объявила, например, акцию по рекрутированию. Перед тем, как начался 17-й каталог, мы знали про акцию еще в конце 16-го каталога. Уже в субботу многие наши лидеры организовали планерку и определили вместе с командой процесс рекрутирования, как мы будем в эту акцию рекрутировать. Планерка состоит из нескольких этапов. Сначала определяем команду рекрутов, кто будет рекрутировать. Ну и, естественно, все те, которые пришли на планерку, все эти партнеры будут рекрутированы. Второе, что нужно запланировать цель и задачу для каждого члена команды. Каждый должен знать, сколько рекрутов он планирует в эту акцию по команде, сколько рекрутов лично, сколько будет у него квалифицированных рекрутов, какой объем продаж он планирует в эту компанию, в эту акцию создать, какие квалификации он планирует открыть либо закрыть благодаря тоже этой акции. Третье, на что нам нужно обратить внимание, это выбираем метод рекрутирования. Метод рекрутирования всегда зависит от времени года. Например, если это зима перед Новым годом, как мы можем организовать, выбрать метод рекрутирования? Например, на промостойке выйти на улицу – это холодно, тогда мы организуем в различных торговых центрах, можем организовать, есть как метод рекрутирования. Где еще можно? Можно на различных праздничных мероприятиях, которые сейчас организовываются перед Новым годом. Очень важно для того, чтобы уже запустить любой метод, любому методу перед этим нужно немножко обучить нашу ключевую команду. Четвертое – определяем график рекрутинговых мероприятий. Это определяем, в какие дни и в какое время мы будем рекрутировать, где, в каком месте. После этого определяем ответственных за разные этапы подготовки. Какие это этапы подготовки? Например, если мы организовываем в каком-то торговом центре, кто приносит баннер, кто промостойку, какие продукты у нас будут, кто ответственен, какое время, кто ответственен. Если это организовывается в торговых центрах, то там распределяется время. И на каждое время мы определяем, кто будет ответственен за каждое время. Раздачу листовок. Опять, кто готовит листовки. Очень важно после каждого такого рекрутирования проводить анализ. Сколько у нас было собрано анкет, сколько людей ответили заинтересованы продукцией, сколько заинтересованы подарками, сколько заинтересованы дополнительным доходом. Очень важно всегда отслеживать какую-то статистику. Не менее важно – это уточняем график встреч, возможностей Арифлейм в структуре. Потому что когда мы уже определяем, каким методом мы будем рекрутировать, где мы будем рекрутировать, для нас и для нашей ключевой команды очень важно, куда мы будем приглашать. И на какой день, какое число, в какое время, кто будет проводить. Это дополнительно дополняет уверенность нашим ключевым бизнес-партнерам уверенно приглашать новых людей на эти встречи. И немаловажно в течение компаний, в течение каталога каждую неделю проводить директорские встречи. На этих директорских встречах очень важно поощрять работу за неделю, поощрять лучших рекрутеров, поощрять лучших продавцов, поздравлять новых консультантов. Также мы приглашаем новых консультантов на эти встречи. На этих встречах директор проводит еще обучающий тренинг, который актуален именно в этот период в процессе, например, рекрутирования. Что мы обучаем? Работе возражений, потому что наши новички очень часто встречаются с первыми возражениями. И на этих встречах наш консультант получает еще дополнительно обучение. Итак, мы провели планерку. Дальше мы поговорим, какие основные методы приглашения бывают. Методы приглашения в основном бывают на теплом рынке и холодный рынок. Когда я начинала работу, я всегда начинала приглашать сначала с теплого рынка. Это список имен. Друзья мои, список имен – это такой сильный инструмент, который несравним абсолютно ни с чем. И очень часто наши консультанты говорят, ну, зачем мне составлять список имен. У меня их мало, там 5-10 знакомых, и те никто ничего… Они не хотят, они не будут, у них нет времени. В общем, сразу подтверждают вердикт на каждого человека. Но мы как лидеры знаем ценность этого инструмента, список имен, и поэтому наша задача – помочь прямо после регистрации. Либо это уже наш ключевой бизнес-партнер, и у него до сих пор нету составленного списка имен, мы садимся и помогаем составить. Как он составляется? Очень легко. Можно на каждой страничке отметить, например, на первой страничке – я и моя семья, всех самых близких. На второй страничке – мои одноклассники, ну, хотя бы два имени, пускай запишет наш консультант. На третьей страничке – мои сокурсники в университете. На четвертой страничке – родители из родительского комитета, потом обслуживающий персонал, мой косметолог, мой парикмахер. И так на каждой страничке хотя бы два имени. Я уверяю вас, у вас получится список не только 30 имен, и у ваших ключевых бизнес-партнеров, но намного больше. И когда приглашает наш консультант 5 человек, и из 100 человек 5 человек откажутся, это всего лишь 5% отказали, а 95% еще потенциал есть, кому обращаться, кого приглашать. А если у нашего консультанта всего лишь 5 человек записано в списке имен, и он пятерым пригласил, предложил прийти навстречу возможности «Орифлейм», и они отказали, это значит, что 100% отказ. И наш консультант таким образом уже теряет уверенность в этом виде деятельности, он теряет уверенность в себе, и он ищет другие возможности дополнительного заработка. Поэтому, чтобы мы не потеряли нашего консультанта, нашего ключевого бизнес-партнера, возможно, в перспективе это наш будущий директор, мы помогаем составить список имен. Далее, список имен всегда пополняем рекомендациями. Мы просим, те, которые по каким-то причинам сегодня не могут присоединиться, мы всегда просим у них рекомендации. Очень важен теплый рынок тоже в социальных сетях. У каждого в социальных сетях, либо в «Одноклассниках», либо в «Фейсбуке» есть как минимум 150-200, может быть, и больше знакомых. Поэтому мы не упускаем и эту возможность, чтобы приглашать их онлайн. Как это делается? Очень быстро, вечером. Все наши знакомые находятся в социальных сетях, можно в личном сообщении поздороваться, пообщаться немножко. Но не сразу приглашайте, открыто приглашаю тебя на встречу. Сначала пообщайтесь, чем дышит человек, как он живет сейчас. После этого можете уже подать ему идею, прийти на встречу возможности Арифлейм, где может узнать что-то полезное для себя. И для того, чтобы наш консультант не терялся в этих методах приглашения, ему важно посетить и такие тренинги, как возражения при приглашении, чтобы он был вооружен, уже знал, как реагировать на возражения. И, естественно, пройти тренинг экспресс-презентация возможности Арифлейм, потому что презентация возможности Арифлейм, наш консультант, пройдя тренинг и посещая первые 2-3 встречи возможности Арифлейм своего лидера, он сможет уже проводить даже один на один такие встречи. И это очень эффективно, когда в вашей команде уже запущен процесс рекрутирования, именно встречи возможности Арифлейм один на один, групповые менеджерские встречи, директорские встречи возможности Арифлейм. Следующий этап, о чем мы сегодня поговорим, это организация самого приглашения на встречу возможности Арифлейм. И мы для начала поговорим о методе онлайн, методиках, потому что на сегодняшний день очень многие приглашают именно онлайн. И для этого нужен тот же навык и правильно сформулированное предложение для того, чтобы наш знакомый, которого мы приглашаем онлайн, было понятно, куда мы его приглашаем и что мы ему хотим предложить. При работе через интернет консультант имеет возможность приглашать потенциальных консультантов на вебинары возможности Арифлейм. И как это происходит? Например, размещается информация на бесплатных досках объявлениях о мероприятии, что будет проводиться такое мероприятие о возможностях дохода. Естественно, те люди, которые заинтересовались этим предложением, им отправляется сообщение и ссылка на вебинарную комнату, где с информацией времени, пароль, когда будет проводиться эта встреча, возможности Арифлейм онлайн. Те, которые, например, заинтересовались, но не могли по каким-то причинам посетить именно эту встречу, мы потом отправляем ему видеозапись. Таким образом, вот некоторые лидеры работают только видеозаписями. Поговорили, предложили консультанту онлайн возможности и сразу отправляют запись встречи возможностей Арифлейм. После того, как наш консультант прослушал эту встречу, производится второй звонок, либо пишут ему в социальной сети и спрашивают его мнение, ну как, стартуем, хочешь попробовать, поработаем вместе. Это в случае онлайн. Если ваша структура работает методом оффлайн, то есть что такое оффлайн? Когда вы приглашаете в офис и на месте вживую обсуждаете и показываете новому консультанту, в чем заключается, как использовать стандартные виды приглашения. Значит, что мы делаем уже на месте в офисе? Для начала мы начинаем работу со списком имен. После этого мы помогаем нашему консультанту пригласить своих первых знакомых на встречу возможности Арифлейм. Если работаем по методу оффлайн, мы еще можем размещать различные объявления, давать листовки, приглашать на такие мероприятия, как бьюти-пати, которые сейчас очень актуальны, на тестирование новых ароматов в офисе. Мы можем приглашать на эксперт-сессии по уходу за лицом. Мы приглашаем на wellness-дни, где говорим о правильном здоровом питании. И таким образом люди, заинтересовавшись одним из этих предложений, приходят на встречу. Итак, сейчас мы поговорим о проведении самой встречи возможности Арифлейм. Есть классическая презентация возможности Арифлейм. Это папка Арифлейм, где наш ключевой бизнес-партнер сначала смотрит, как вы проводите классическую презентацию возможности Арифлейм. После этого мы ему даем задание выучить презентацию, либо дать ему под запись, либо очень хорошо в этих папках есть субтитры, и наш консультант может свободно выучить на каждый слайд, что нужно говорить, как говорить. Второй тип встречи возможности Арифлейм – это презентация по плану мечты. Здесь мы показываем возможности дополнительного дохода, здесь мы говорим о факторах успеха компании Арифлейм, здесь мы говорим о карьерной лестнице, мы говорим о бонусах, о бонусной программе, мы говорим о тех дополнительных привилегиях, которые есть у лидеров. И очень важно, чтобы такая презентация всегда проводилась в зависимости, кто находится, какая у нас аудитория. Есть еще один вид презентации – это через историю успешных лидеров. Например, если перед нами студенты, то мы, естественно, будем рассказывать истории успешных студентов, как они у них получаются и обучаться в вузах, и дополнительно еще строить свой бизнес. И зарабатывать таким образом больше, чем зарабатывают, например, ихние сверстники, которые, например, работают где-то дополнительно в каких-то организациях. Но не всегда у студентов есть возможность уделить достаточно времени и устроиться где-то на работу. И, естественно, моя любимая презентация – это презентация через выявление потребностей слушателей. Это мы сначала общаемся, задаем вопросы лидеру, спрашиваем о его желаниях, какие цели он хочет, какую работу он ищет, какие перспективы у него есть на данный момент. И когда мы видим, что наш потенциальный консультант проявляет интерес к нашему предложению, то, естественно, после этого мы уже рассказываем о том, что интересно именно ему. Это у нас пирамида маслов. В зависимости от каких потребностей у человека есть, мы с того момента и начинаем предлагать наши возможности. Следующее, о чем мы хотели бы поговорить с вами, это типы встречи возможностей Арифлейм. Вот то, о чем я вам коротко говорила. Ориентировочно на презентацию, бизнес-ориентированная презентация. Это мы начинаем с третьей возможности. Возможности построения своего личного, собственного бизнеса. Возможность, где вы не рискуете никогда быть уволены. Возможность путешествовать. Возможность неограниченного дохода. И возможность самому решать, сколько вы хотите зарабатывать и когда. Следующий тип возможностей Арифлейм. То, на что очень легко приглашают наши начинающие ключевые бизнес-партнеры. Это презентацию с акцентом на продукцию. В каждом каталоге появляются новые продукты. И нашим ключевым бизнес-партнерам очень легко пригласить своих знакомых на презентацию новинок, на презентацию новых ароматов. Если у нас аудитория исключительно мужчины, то мы предлагаем мужскую презентацию. Мы рассказываем именно как... Секундочку. Если у нас мужская аудитория, то мы рассказываем, как мужчины могут работать в косметическом бизнесе, как они могут управлять своим личным бизнесом в косметической компании. Но если у нас уже присутствуют на этой же встрече и девушки, то, естественно, наша встреча дополняется еще презентацией продукции. Молодежная презентация. Очень важно, когда присутствует много молодежи. Мы рассказываем очень много примеров о молодежи, как они в свои 20 лет имеют возможность развивать уже свой собственный бизнес. Лидеры, которые никогда не работали на государственной работе, либо на хозяина, а уже в таком молодом возрасте владеют своим бизнесом. И еще один тип встречи возможностей рефлейм – это wellness-презентация. Таких людей можно приглашать либо оффлайн на взвешивание на весах тонита, где можно определить параметры вашего здоровья по определенным меркам, который показывает весы тонита, либо поговорить о здоровом питании, здоровье ваших детей, здоровые дети, счастливые родители. Прилагается еще дополнительно дегустация, например, наших омеги-3. И можно совмещать wellness-презентацию вместе с презентацией акцентов продукции. То есть кто-то более заинтересован в косметической продукции, но дополнительно узнав, что у нас еще есть продукты для здорового питания, также они могут заинтересоваться. Кто и когда проводит встречу возможностей Орифлейм? Для того, чтобы вы как лидеры уже для себя понимали, как состоит процесс рекрутирования, и как часто нужно проводить, и кто проводит, где проводим эти встречи возможностей Орифлейм, мы сейчас с вами поговорим. Значит, выделим сначала два условия для успешности организации встречи возможностей Орифлейм. Очень важно, первое, это иметь зафиксированное расписание встречи возможностей Орифлейм. У каждого лидера должен быть уже график. И второе, важно понимать, в чьи обязанности входит проведение встречи возможностей Орифлейм, и кто наполняет эти встречи. Вот, например, консультант может проводить встречи один на один регулярно, либо сам. Встреча возможностей Орифлейм, и после нее нет рекрутов, то очень важно вместе с нашим менеджером, либо ключевым бизнес-партнером, проанализировать, как была проведена наша бизнес-встреча. Следующее, что нам необходимо обучать проведению встречи возможностей Орифлейм. Что должен знать наш бизнес-партнер? Должен сразу… Мы его обучаем на живом примере, как проводить презентацию, но очень важно дать либо под запись, лицо…